Девушки отдыхают 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 Там с ними, по-моему, не было. И они вот это вот носили, носили. Тут, кстати, мощения передавали друг другу. Коктейли Молотова подносили, а они картины сносили с этажей вниз. И вот они, когда эти девчонки приехали, каждый свою ванну принял. Каждый свою ванну принял, то говорят, что вода черная была. То есть, если бы они картины все не снесли, то вся эта гарь бы на картинах была бы. Так вот и стоял этот музей. Пару месяцев без картин вовсе. Ну вот здесь мы вышли с Катей из стеклянных дверей. Хотя на самом деле, когда мы ехали с медикаментами, чтобы отнести тем, кто в них нуждались, мы оказались на платформе перед выходом из метро. И там нам встретился мужик, который вот так вот ходил, просто как сумасшедший говорил, не выходите из метро, не выходите из метро, там Беркут стреляет. И если честно, он выглядел местным сумасшедшим. И мы решили, что мы дойдем до стеклянных дверей. И если нам покажется, что есть опасность, мы вернемся, что даже не будем выходить из дверей. Ну мы вышли, ну мы вышли, да. Мы вышли и скажу так, что все, что здесь можно было видеть на площади, все было залито газом, то есть его было видно. Ну и взрывы от гранат, дым от них. Но я не помню, сколько мы там стояли. А так как я ни в каких противостояний за все это время не участвовала, я помню, что в какой-то момент я даже подумала, что я смогу ощутить какую-то долю опасности, что же это такое, когда перед тобой что-то взрывается или явно опасно для твоей жизни. В какой-то момент. А кстати, кстати, мы когда пытались найти какое-то такое место безопасное, когда гранаты разрывались на площади, мы смотрели на балконы, с которых люди рассматривали практически нас. так странно было. Ну да. Вот тут дядя Саша стучал палкой своей. Он говорит, что громкое было, должно было быть слышным. Он стучал, и вот даже следы здесь есть от палки черные. Вот тут сначала он стучал, а потом пытался зажечь свитера, чтобы дым скрыл, и снайпер не смог работать. А лайтбокс разбит, ну вот. Вот. Вот здесь, видите, да? И выбоины от пуль в тумбе. Вот до сих пор. Ну вот так. И на дереве тоже сейчас посмотрим. Вот видите, тут еще написано, идет следствие. Идет следствие. Вот. Можно увидеть выбоины от пуль. Говорят, что это выбоины от снайперской винтовки. Но, наверное, если выбоины здесь, то, наверное, с этой крыши стреляли. Хотя и здесь тоже есть. Тогда, наверное, и с той крыши тоже стреляли. Мне дядя Саша всегда рассказывал, что где-то береза еще была. Но я чего-то не понимаю, где она. Дело в том, что эту историю дядя Саша мне в больнице рассказывал. Я это все со слов его нарисовала. И лайбокс, и выход из метро, и выбоины на дереве от пуль. А потом пришла на это место сама. А потом он еще пришел, и он мне все показал. Ну, словом, я это место очень здорово знаю. Он еще рассказывал, что когда он возле лайтбокса был, и 8 упало, и его еще не ранили, ребята из самообороны ему кричали, «Дед, иди к нам! Дед, иди к нам!» Он еще долго этих ребят искал. Ну, не нашел, по-моему. Долго искал. Просто хотел сказать им что-то, наверное. Мы еще ему помогали найти этих ребят. спрашивали. Вот там ребята были. Ну и, конечно, в основном цветы здесь лежали очень много. Просто таким ковром. Или даже, сказать, дорожкой. Вот многие говорят, вот как же так, что так все стало радикально. Они не понимают, что не было никакой возможности остановить эту ситуацию. Вот у меня четыре собаки. Я знаю точно, если одну из них закрыть, самая даже добрая, с которой бы я бы не разговаривала, и она бы всегда была бы закрытая. Ну, она бы не стала кидаться в меня камнями и коктейлями молотого. Ну, уж точно бы переменилось бы у нее настроение ко мне. Вот мне иногда кажется, что так и случилось здесь. Ну что, я вам марку покажу, посвященную дружбе двум народам. Или дружбе между двумя народами. Вот так можно сказать. Вот она, она железная. Между народом Украины и России. Вот арка. И, кстати, все, что здесь происходило, оно никаким образом туда не доходило. Ну вот. Она, кстати, подсвечена. Очень. Непонятно, что она железная. А днем она железная. Через какое-то время хождение сюда решила наряжаться. Хотела, чтобы я красиво выглядела. Вот непонятно почему. Ну, наверное, это подтверждает то, что тут все непохожие друг на друга были. Каждый каждый как-то по-своему все это видел. Я какие-то брошки всегда старалась одеть. Бантики. Хотя нужно было одевать наколенники и каску. Я не одевала. Субтитры создавал DimaTorzok подпишись. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...